Рынок e-commerce в России стремительно растет. Развитие информационных технологий открывает компаниям широкие возможности для выхода на новые рынки, а также позволяет значительно сокращать свои расходы и получать наиболее полную информацию о потребителях. Какие изменения в законодательстве произойдут на рынке e-commerce? Каким образом можно стимулировать продажи российских онлайн-магазинов? Как выход новой площадки Tmall повлияет на российский рынок онлайн-ритейла? Ответы на эти и другие актуальные вопросы дадут представители власти и лидеры отрасли e-commerce в рамках конференции РБК. Безусловно, доля маркетплейса будет повышаться. Этому способствуют вообще все мировые тенденции, которые складываются на всех абсолютно рынках. В России доля e-commerce довольно мала и, безусловно, мы ожидаем рост в целом всех представителей этого бизнеса. Второй тренд — это новые инструменты digital для продвижения товаров. И третий тренд, который находится на самом пике развития сейчас, — это развитие VR-технологий и внедрение их в формат электронной коммерции. Неизбежно происходит укропнение игроков. Появляются игроки, которые из существующих игроков консолидируются путем создания маркетплейса или покупки просто других онлайн-игроков. Это, соответственно, приход больших или крупнейших международных игроков, которые будут, в свою очередь, задавать некий ориентир, темп, стандарт роста рынка. Происходит постепенное слияние оффлайн-продаж и онлайна. Так называемый эффект омниканальности, когда в любой точке контакта с продуктом абонент или клиент может получить полный доступ к этому продукту, может получить полную информацию об этом продукте, может его приобрести. Блокчейн войдет в интернет-торговлю. Эта методология будет использоваться, но в конкретных бизнес-процессах, к примеру, в логистике, в контроле цепочки поставок. Основной экспорт из Российской Федерации таких товаров оригинальных, он идет все-таки на Европу, это Германия, Англия и Америку, где есть большие диаспоры, где страны, которые хорошо знают Россию. То есть, в принципе, если посмотреть на статистику PayPal, например, за прошлый год, то 84% экспортных товаров российских, они шли именно туда. Клиенту нужно угождать. Интернет-магазин, да и ритейлер вообще должен стремиться максимально упростить коммуникацию, максимально упростить взаимодействие с клиентом. Каждый шаг, который помогает упростить эту коммуникацию, это взаимодействие, повышает выручку и повышает итоговую капитализацию этой компании. КОНЕЦ